В Самаре из-за ремонтных работ В парке Гагарина состоялся осенний фестиваль ГТО Все желающие смогли сдать беговые дисциплины, блок силовых упражнений, а также растяжку и стрельбу из электронного оружия Матч крылья Совета в Химке завершился со счетом 0-0 Во втором тайме подопечные Игоря Осенькина пытались подобрать ключи к обороне коллектива из Подмосковья, но не удалось Не утихают разговоры о возможной замене тренера Самарских крыльев Советов Некоторые инсайдеры даже называют дату отставки Игоря Осенькина 7 октября Пока информацию никто не подтверждает, но среди главных претендентов на пост эксперты упоминают Сергея Игнашевича Руководившего в разное время московским Торпедой и Калининградской Балтикой Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем воссоединения ДНР-ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией В среду 2 октября в Самарской области проведут плановую комплексную проверку готовности муниципальной системы оповещения В 10.40 зазвучат электросирены, поэтому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке 15% родителей планируют совместить свой отпуск со школьными каникулами, чтобы провести больше времени с детьми 7 из 10 опрошенных напротив продолжат работать Все еще думают насчет отпуска осенью 15% родителей В России отмечают День интернета в 1998 году В этот день впервые провели перепись населения русскоязычного интернета Тогда насчитали 1 миллион пользователей Теперь в сеть ежедневно заходит 90 миллионов человек Активно наращивает свое присутствие в интернете и телеканал Самара ГИС Ежемесячно на сайт samaragis.ru заходит более 55 тысяч уникальных посетителей, которые просматривают более 100 тысяч наших страниц Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова